Во Владивостоке открылась гранильная фабрика, где обработкой якутских алмазов займется индийская компания. Мировой производитель ювелирных изделий и драгоценных камней корпорация Ким Джи Кей. Поставлять сырье для огранки будет алмазодобывающая компания Алроса. Подробности у моего коллеги Александра Шершукова. Вместо традиционных ножниц и ленточки, свечи и лампада. Именно так, по-индийски, открывали гранильную фабрику во Владивостоке. Объект подготовили к работе за 4 месяца. Сроки рекордные. Сказалась поддержка правительства России для компаний, инвестирующих в Дальний Восток. Запускал фабрику лично президент России в прижиме телемоста. Мы почти в два раза увеличили поставки алмазного сырья для индийских предприятий. Наша добывающая компания Алроса, которая стала абсолютным лидером в мире по добыче алмазного сырья, готова, конечно, к расширению сотрудничества. И то, что вы делаете сейчас, делаете, создаете производство на территории Российской Федерации, безусловно, будет нами только приветствоваться. Начинаем работать. Работать начали сразу. Первые бриллианты на фабрике огранили спустя сутки после запуска производства. Российские бриллианты, ограненные из якутских алмазов, индийскими мастерами во Владивостоке. Это новая экономическая реальность, которая доказывает, бизнес в России может быть интересен заграничным инвесторам. Индийская корпорация Киджикей, мировой производитель бриллиантов и ювелирных изделий, резидент свободного порта Владивосток. Поэтому компания получила ряд налоговых льгот и юридических преференций. В развитие огранки в регионе Киджики инвестировали почти полмиллиарда рублей. Инвестиции, которые мы сделали в эту фабрику, одни из самых крупных в алмазно-бриллиантовой отрасли на Дальнем Востоке за последние 15 лет. И мы рады, что стали одними из первых инвесторов, кто зашел в российский бизнес через свободный порт Владивосток. Ежемесячно здесь будут обрабатывать до 9 тысяч карат алмазного сырья. Камни преимущественно якутские. За поставки отвечает алмазодобывающая компания «Алроса». Мы как компания будем всячески помогать и предоставлять компании необходимое сырье для загрузки этого предприятия. Запуск алмазной фабрики создаст в Приморье полтысячи рабочих мест. На начальном этапе работать на производстве будут иностранные специалисты, но постепенно их заменят местные жители. Мы договорились с компанией «Кеджи Кей», что они откроют центр обучения, будут обучать алмазному мастерству людей из Приморья. И также в планах у нас реализация второго этапа – это строительство фабрики по производству ювелирных изделий на основе тех алмазов, которые будет производить компания «Кеджи Кей». Открытие новой фабрики с участием иностранного капитала подтверждает – Дальний Восток развивается, и развитие приносит вполне осязаемые плоды. Ограненные во Владивостоке бриллианты компания «Кеджи Кей» будет поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Разумеется, с клеймом «Сделано в России». Александр Шершуков, Григорий Евтодий, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».